Приветствую дорогие друзья, на связи GrimOptimist, и сегодня будет небольшой подкаст, в котором бы я хотел поговорить на такую интересную тему, как баланс по скилу. Очень многие игроки, они жалуются, что нет у нас в игре такого баланса, и очень бы хотели, чтобы его ввели. Мне, честно говоря, немножко смешно, когда я про это говорю. Конечно, надо сразу понимать, что баланс по скилу это широкое понятие, то есть есть много разных принципов, по которым можно это построить, но, как правило, подразумеваются два каких-то принципа. То есть первый, это чтобы команды были зеркальными, то есть, грубо говоря, в одной один скиловик, в другой один скиловик, или там три скиловика. Потом там в одной команде пять среднячков, в другой команде пять среднячков, в одной команде пять нищ, в другой команде пять нищ. Вот типа так, чтобы было, да. Это как бы первый вариант, да. И второй вариант, это то, что, кстати, насколько я знаю, реализовано в улиточных танках, да, ну и в самолетах их. Я могу ошибаться, я точно не помню Но, по-моему, это так у них Говорил Алканафтер как-то То, что у них балансе так То есть, чем лучше ты играешь Тем хуже тебе подбирают команду Это сделано так, чтобы не было преимущества У одной команды на другой У них там онлайн невысокий То есть, не всегда можно зеркальные команды набрать Но вот таким способом можно То есть, грубо говоря, в той команде У них там, ну, в среднем все по 50% А в нашей команде, допустим, я там Не знаю, 65, ну, для примера, да, возьмем И мне остальных просто там кидает красных всех Чтобы типа средний у нас был Процент побед в каждой команде был одинаковый То есть, получается, что чем лучше вы играете Тем более донная команда вам дает Вот вы будете смеяться, но многие тоже за это То есть, я слышал кучу просто Ну, не знаю, мыслей, сообщений, читал То, что многие хотят, чтобы так было сделано Ну, это вообще смешно, если честно, да, лично с моей точки зрения Потому что, ну, вы представляете, да, то есть У вас полностью теряется вообще стимул играть хорошо Какой смысл? То есть, чем лучше вы играете, тем больше вам приходится тащить То есть, вас игра, ну, она вставляет вам палки в колеса просто, да То есть, вы пытаетесь тащить И чем лучше у вас это получается делать, тем больше она вас заставляет В дальнейшем это практиковать То есть, наступит такой момент, там, не знаю, если у вас, там, ну, грубо говоря, как у крана, там, 70 с лишним процентов побед То что, вообще все красные будут, то есть, всегда, да, ну, и нахер это надо, вопрос А если взвод, взвод скиловиков, да, то все остальные вообще 43%, да, там, боты, из которых 50%, ну, это бред Вот, что касается первого способа, когда зеркальные команды, в принципе, идея интересная Но есть тоже, надо понимать, разные моменты У нас есть разные типы техники, да, разные танки И когда мне, кстати, говорят, что, вот, типа, все танки одинаково хорошие, да, ну, мне смешно становится Абсолютно любой человек понимает, что это бред То есть, у нас есть танки, которые все равно лучше тащат, есть, которые хуже И если в одной команде, допустим, взвод с Т-10, да, грамотный, а в другой взвод скилованный, там, на каких-то танках похуже, там, я не знаю Ну, неважно, каких, любых То все равно получится дисбаланс, да, потому что взводом СТ затащить проще, чем взводом тяжей Тех же самых, таких классических Потому что тяжа немедленнее, тем, тот взвод, он, ну, давайте, как бы, ну, рассматривать такую ситуацию, что и тот, и тот взвод, они вскилованный Допустим, взвод тяжей, они тащат город, да, в это время взвод СТ-шек, они всех разнесли быстро, за счет скорости на зеленке Заехали уже на базу, вынесли всю арту, потом тяжи начали как-то пытаться защитить, они опять откатились Начинают от башен, там, отыгрывать, начинают, там, что уже арты-то у противника нету, да, арта начинает долбить эти самые вражеские скилованные тяжи и так далее То есть, ну, понимаете, это не решит всех проблем, абсолютно То же самое, там, и с другими классами техники, может быть Вот, и когда меня спрашивают, то есть, вот, хочешь ли ты такую ситуацию, да, чтобы вот именно был баланс по скилу Наверное, все-таки нет, почти что, да, я был бы не против, если бы просто были какие-то лиги Как уже давно предлагал еще Муразо, что была бы бронзовая лига, серебряная, там, золотая и платиновая Что в бронзовая играли бы, там, грубо говоря, ну, с разницей, да, в скелет, там, 43-47 Там, в серебряной играли бы, там, ну, или 48 В серебряной бы играли 48-51, в золотой бы играли 51-56 В платиновой играли бы выше 57, ну, 57 и выше В таком случае просто, с одной стороны, был бы рандом, то есть, по-прежнему были бы разные игроки Все-таки, там, 48 и 51, это, ну, это разница, да, и так далее Был бы разброс по скилу, но не было бы, даже если в одну команду кинет, ну, чуть больше доскилованных Они не настолько прямо сильно отличаются по скилу, что прямо разорвать, да Вот что-то такое, вот это было бы действительно, мне кажется, неплохим вариантом Я думаю, что это можно реализовать, учитывая, что онлайн игры очень высокие И команды можно как угодно набрать То есть, всегда в очереди огромное количество людей, тасовать их можно как хочется Все-таки у нас, ну, утром, может быть, не всегда, но, по крайней мере, днем и вечером В большинстве случаев можно набрать абсолютно любые команды Вот это был бы хороший вариант, интересный действительно И, то есть, чем лучше ты играешь, да, тебе дают противников посильнее Но все равно, то есть, да, играя там, ты можешь, играя там, ну, имея 56% побед, тебя может кинуть 50% Там, да, ты, как бы, лучше них все равно, то есть, есть и возможность и понагибать Многие говорят, что, типа, папки, если бы вы играли только против скиловиков, то вы бы, ну, не тащили Ну, конечно, то есть, да, не было бы такой возможности, там, как-то дико нагнуть Ну, по крайней мере, это было бы реже гораздо Но, с другой стороны, сражаться с скиловными противниками всегда интереснее, чем, да С непонятно кем, которые, там, стреляют в воздух, подпирают, там, я не знаю И союзники тоже бы таких меньше было, да, которые вас без конца подпирают, выталкивают, вылазят перед вами, когда вы стреляете Еще там пишут всякую хрень в чате и так далее То есть, в этом плане было бы, наверное, получше Конечно, так сложно, вот, да, одно дело, вот сейчас вот мы так с вами собрались, да, разговариваем Другое дело, как оно будет на практике, никто не знает Потому что, получится, может, как угодно У нас что-то спрогнозировать с вероятностью, там, в 100% нельзя То есть, всегда есть шансы, что что-то не сработает, что-то не получится и так далее Но сама идея, да, как мне кажется, она неплохая Вот таких вот именно лик, да Что касается зеркального баланса, я уже сказал, что это очень вряд ли Что касается баланса по среднему скиллу на команду, это вообще жесть То есть, ну, не знаю Кто может быть за, это для меня загадка Потому что это полностью убьет вообще желание у всех более-менее людей Которые хоть как-то умеют играть, там, 50 и выше, они просто не захотят играть Потому что никому не хочется постоянно попадать в команду с дебилами, да, какими-то Там, половина из которых вообще боты, там, половина алкаши какие-то там и так далее Кому это надо? Да, они и так-то надоели уже Представьте, что вас в каждом бою кидает таким Так это с ума можно сойти Будут все специально стату просаживать Чтобы кидал нормально Вот и все Вот такие дела Ну, в принципе, все Я сказал, что хотел касательно баланса по скиллу Пишите свои какие-то предложения, мысли Мне интересно будет почитать Я лично вам свое мнение высказал полностью Так что всем вам огромное спасибо за внимание Не забывайте подписываться, ставить большие пальцы Если вам понравилось Не забывайте вступать в группу ВКонтакте Ссылка на нее есть в описании к этому видео Скоро увидимся, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok